Здравствуйте! На библейский портал Газегет пришел вопрос. Почему Господь не принял жертву Каина? Давайте прочитаем, как это описано в 4 главе книги Бытия. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился и поникло лице его, и сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Некоторые толкователи Священного Писания считают, что Каин принес от плодов земли не лучшее. Вот не от тука, тука — это жир, как Авель, то есть лучшее принес жертву. А что-то запятанное каким-то пороком. Библия не дает возможности так предполагать. Библия связывает непринятие жертвы Каина с состоянием его духа. Господь еще продолжает с ним разговаривать лицом к лицу. Как это происходит, мы не знаем. Мы читаем вот эти слова. «И сказал Господь Бог Каину, или сказал Бог Аврааму, или сказал Бог Иову». Но у нас нет такого опыта, мы не знаем, как это происходит. Каин еще пока слышит Бога. Но Господь видит, что Каин в опасности. Каин принял мысли о грехе. Видимо, он уже, поскольку дальше он убьет Авеля, видимо, он уже покорился ненависти к Авелю, зависти, может быть, неприязни, злобе пока или раздражению на него. И Господь говорит великие слова, которые для нас с вами очень важны. Во-первых, если мы принимаем неприязнь в любом виде, в любой стадии к ближнему, то наши жертвы Богу не угодны, то есть наши добрые дела Господь не принимает. И в Евангелии так и говорится, если ты принес дар твой к жертвеннику, но вспомнил, что брат твой имеет что-то на тебе, оставь дар твой к жертвеннику, и иди прежде примирись с братом твоим, потом вернись и принеси дар твой Богу. Сказано о жертве. Вот Каин этого не сделал. Но Господь говорит ему, если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господство над ним. Как хорошо мы по себе знаем эти слова. Грех влечет меня к себе, а воля моя работает плохо. Она не может ему сопротивляться. Или сопротивляется ему плохо. И часть меня хочет греха. Вот он влечет меня к себе. А часть продолжает сопротивляться. И моя задача господствовать над этим помыслом, предлагающим мне грех. Вот что значит слава Божие здесь. Грех будет влечь. Он будет предлагать себя в течение всей нашей жизни через помыслы прежде всего. Но мы должны господствовать над ним. Мы должны сказать, нет, не мое. Если бы Каин раскаялся, наше слово раскаялся именно от имени Каин. То есть перестать быть братоубийцей. Если бы Каин раскаялся, если бы он сказал, да, Господи, конечно, я буду любить своего брата, творить дела любви, не буду ему завидовать. И помолился бы за него. Вот этой трагедии бы, конечно, не было. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...